Лия, плоток! Аминь! Мы всегда после молитвы разузнаем, как кто и что работал. Мне нужно узнать, как работали. Никита, подержи. На картошке. Я уже вам говорил, кто отличился до вашего приезда. Ну что говорится, ты его показывай, а не кого-то. Тихо ты, аккуратненько. Это Ваня и Паша. Все хуже работали. Как Выдников называют? Выходите. Постоянно говорю, замолчите и работайте. Они стоят, вот только ослепились. С Ливией, Ксюшей. Опять вместе, смотрю, опять тихо. Опять разъединяю. Арсений точно туда же. Смотрю, опять уже стоят боли. Что интересно, ни одного нету, который сказал, Ребята, мы работаем сейчас не до этого. Разошлись. Ни один, ни когда. Вот Лидера нету. Лидия говорит, говорила. Идут на поле. А это Лидия говорила. Лидия говорила? Лидия говорила? Да. Ну слава Богу, хоть один. А то никто. Ну что? Если Вам говорили, это увеличит наказание. Ну чё? Чё, Паш? Работать-то не умеешь совсем? Не работаю. Ну? Ау? Почему работать-то не хочешь? Неохота была. А? Неохота была. Неохота. Ах ты знаешь, кто не хочет трудиться, тот не ешь. Около скамейки будешь стоять. Отошёл. Второй. Почему не хотел трудиться? Я трудился. Понимаете, я первый раз, когда первый заход был работы. Я плохо очень работал. А во второй раз, когда уже было. Когда уже домой идти? Нет, когда домой идти. А когда после первого перерыва я уже старался работать. Ну это когда Вы с ним поговорили? Да. Ну что, первый, второй заход это что? А решаешься первого, а ты решаешься первого и второго. Арсений, ко мне. Туда. Жарко было сильно. А? Жарко сильно было. Жарко было сильно. А утром сильно холодно. Понимаешь? Нет? Вот коровья помёт лежит на поле, ты видел? Ему ни жарко, ни холодно. Нет. И написано, ленивый подобен, подобен. Волонь ему помёт, бык оправился, кучка лежит и всё. Тебе нравится это сравнение? Мне нравится это сравнение. Очень ёмкое. Что, наказание тебе надо? Плохо работал. Выбирай из них, из двоих. Какого возьмешь? А какой я не понял. Он первого летает? Да, тот первого и второго. Первого? Да. Ты с вами заодно, да? Да. Слушай, давай ещё говорить. Останьте. Так, теперь. Когда купаетесь, на перс идти очень тихо надо. Ну, то есть нормальным шагом. Идёте, не бежать. Если потели, пришли там, разделись, посидели маленько, посидели, пока пот пройдётся, чтобы резкого перепада не было, не простыть. Но как только из воды вылезли, я всегда стою так, считаю до пяти. Раз, два. Дальше. Хватай штаны, только на трусы хотя бы надел-то. И со всех ног надо добежать с той стороны, вон там качеля большая где. Сиденье. Вот нырнете, качель будет коснуться рукой. Вот теперь одевайся лицо. А другие успевают одеться. Это касается мальчиков и девочек. Я гляжу, первая, приходит одна девочка. Мишка пришла. За ней немного погодя, вторая идёт. Гляжу, там, в компании. Гляжу, там ещё говорить, вижу, что разложение это. Их не предупредили, не рассказали, чья вина это, я не знаю. Почему их не сказали? Как из воды вылезли, вот из воды вылезли, ноги ополоснули. Быстро одеваться. Там ещё не сломали у нас это? Вторая раздевалка-то ещё живая наша, а? Да. Хорошая, нет? Да. Ещё кто-то делал? Я. Можно, там, стороночку маленько, руки высунул, там, выжил. Всё, она высоковата, я сделал, чтобы даже головы не было видно. Так, у нас есть разногласия с некоторыми людьми относительно работы, относительно ходьбы. Мы говорим, где бы тебя звонок не достал, ты должен бежать со всех ног. Постали куда, бежишь, бегом туда. Если в руках у тебя что-то не расплёскивается, бежать обратно. Слышали? Да. Это вам, чтобы понятно было, прочитайте Аркадия Гайдара, там, тимуровцы. Это люди верить и никакого отношения не имеют. Но у них там была дисциплина. Ударят, летят ребята, там, помогают фронтовикам, там, красноармейцам, везде было. И здесь тоже узнавайте, подходите, какую помощь оказать надо. Может, надо на кухне что-то принести, что-то ещё сделать, я не знаю. Вы же на поле были молились за дядю Витю там? Да. Это прекрасно. Так, жалобы какие были ещё? Видите, у нас жалобы на рощи. Гляжу, вот здесь вот, вот видите, голая земля. Улёгся не кто-то, а кто? Я. Ты. А почему, зачем? Вот, не в траву. Ни в траву, ни на что, просто вот дорога. Пыль, грязь, ветер дует. Я там сижу, с ребятами нахожусь там лежит. Я этого не видал ещё. Первый раз вижу. Лёг здесь. Зачем? Объясни хоть, что-то такое. Просто шёл. Просто шёл, по своей дороге лёг и всё. Бывает собаку ужалит змея, и она ищет травинки какие-то. И чтобы, я думал, что-то она шёл, жуёт, может быть. Нет, не жуёт. Значит, тебя змея не ужалила, так? Девочки сняли все угли. А глаза подгонами у тебя в подтёхе чёрные. Что это такое? Я сам в зеркало смотрел, не знаю. В зеркало-то он смотрел, не знает. Что у него в подтёхе-то лежит? Это одного утром на втором этаже. Ума, а то умы. Плакал ещё? Не знаю. Надо попробовать отмочить его. Умойться надо. Как ты упал с кровати-то? А я не знаю, лёг на кровать, а потом проснулся, смотрю, а на кровати меня нету. Почему-то оказался на полу. Так у тебя шёл-шёл, посмотрел, нигде нету, какой-то парнишка лежит на дороге. Я подошёл, спросил, а это я. Да. Так, Тёплин? Да, я не знаю. Так. Так. Если всё благополучно будет, после обеда дяди Вити нету, я уезжаю на часа полтора-два. В Корчино. И как только мы вернёмся, сразу собираемся у нас смотреть фильм, который нам подсовывает. И Глушковых уже пригласить, надо побежать будет. Да. Я хочу рассказать, я думала промолчать, как бы ребёнку сделать замечание, но думаю это серьёзно. У нас сегодня Дедевять завтракал раньше, и пряники не стал есть, а ставил на столе. И один ребёнок у нас взял, тихонечко хотел, но у него не получилось. Пряники засунул в карман, пряник упал. Но я подумала, что это серьёзно, это как бы будущее. Так, если со стола идёт мимо, где что лежит, кто брал сегодня пряники, которые ему не принадлежат? Выходи сюда. Где пряники твои, которые ты со стола взял? Я потом ему, я у него забрала, и он на завтрак их съел. Это нельзя делать. Пряники лишить на два дня. Четвёртую. Понял, нет? У нас это приравнивается к воровству. Своё съел, благодари Бога, не смотри, что осталось как пьяница. Всё, что в стаканах не допили, выпил, грохнулся и помер. Платочки у всех? Да. Да. Вы старайтесь отсюда поехать другими подтянутыми животы, чтобы ни у кого не торчали. Лишнее убрать. Вот на животе, если вот так вот перегнуть вот эту кожу, то должно быть не больше как 12 мм. А что это ты показываешь? Выйди сюда. Выйди, покажи, что это такое? Платочек. Что это такое? Платочек. Это платочек? Это бумажка, кстати. А что это платочек такой? Ну-ка разверни его. Я его снял. Это обман. Это не платочек. А где твой платочек? Где? Вот он. Он горит. Вот. Это бумажка. Что это надо? Не, обойдется. А где твой платочек на собой? Вот. Так у него не было что ли? Да. Кирилл. Что ты? Значит, найти платочек, выдать его платочек. А куда посылать, когда у него нет? А когда такая же салфетка. Правда, пользы нет. Оторвите что-нибудь там, где материю. Зеленые платочки чьи на веревке там висят. Не отправили, ничего не дали. Ну что ты там за поза такая, Кирилл? Ну что это стоит? Ну прижми ноги так. Мне стой. Да, кидай, кидай. Так, за стол. Повторайся. О, ты там был. Да. Давай нет. Как и радио по утрам. Ну, мне торопят, что тут берут. Да, я веровал. Что в ней, посмотри, сзади карманы или что там за пуговица, что в ней я вижу сзади, что за пуговица, зачем они здесь, это просто они, там нет кармашка Отрезать пуговицы, пришить карман, пришить, надо поглубже, давай, сзади какие-то пуговицы, посмотри, вон еще пуговица, вот, вот пуговицы, отрезайте в общую казну, в лагерь оставить пуговицы, это наша добыча законная Все, так, разговоры, так, кто разговаривал за собой сейчас, нет, а ты разговаривал, нет, а кто, так, подождите, я не понял, а почему наказанный дежурит, он не должен дежурить, наказанный должен стоять, найдите другого Все, снять с тебя амуницию и встать вот сюда вот, потом ты дежуришь в другой раз Все, разговаривал Подожди, не хочешь, садись, вот, ты надо добровольца пускать Нашла я уже Внимание, я не просит Я сказал, внимание, ногами не играй Так же самое, перекрестите Господь, перекрестите, покрестите, помилуй нас Аминь Во славу Божию Тимофей, книгу убери, убери книгу, закрой ее. Вы друг друга не вздеваетесь, это спешка, цуета какая-то. Так положено, дай ему ложку и все. Поддерживайся. Это важно. На старайся ложки, давай. Давай, передержи быстрее. Вот мои стенчики. Так, кто-то у меня еще будет. А, Тимоша, принеси ложку. Дайте две порции половины. Проходи. О, аккуратный суп. Рося, не наклоняйся. Крупёр. Забрал? Угу. Есть тут. Вон, Ваня, бей где-то. Ну и куда вы сели? Что это вдруг? Понятно. Я стою? Нет, конечно. Только стою стою. Катая скамейка только не сидит. А что, все, вот эти две девочки, вон Андрею все наливают. Ну да, все. Все, значит. Все. 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 Андрею. На. Андрею. На. Еще по-молодею. На. 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 На.